здравствуйте уважаемые подписчики очень много поступает вопросов по поводу фронталок веспа чем они отличаются от американских фронталок оригинальных ультра теков и чем они отличаются от китайских реплик и сейчас постараюсь рассказать вам те основные моменты нюансы которые я заметил вы услышите них итак поехали ну во первых здесь у нас что-то смешанное между реплика на американца и оригинальный ножом во первых это у нас все-таки не подделка потому что здесь стоят уникальные логотипы компании производителя веспа здесь у нас муравей и на клипсе написано веспа тоже с муравьем то лишь мы отсекаем вариант что эта подделка это оригинальное производство завода веспа но естественно так как уже придумать сейчас что-то новое сложно дизайн просто взяли и спине или с американского ножа все остальное сделали сами следующее доберемся до самого глубокого самых таких вот скрытых моментов но все качество кроется скажем так в мелочах совсем недавно человек человек покупавший реплику на подделку на американца нам жаловался в том что вот вот эти вот ступеньки на кнопки они в корень отличается от оригинала здесь как вы можете видеть но вот здесь лучше будет видно на красненькой что все ступенечки сделаны равномерные для перфекциониста это ох какая вот радость и здесь у меня в руках есть также китайская подделка но вы можете уже сразу видеть что ступеньки зализаны и такие заглаженные и когда вы щелкаете естественно что цепкость большего оригинального ножа чем у реплики и человек жаловался что последняя вот эта ступенька она реально в два раза короче по высоте чем все предыдущие здесь же у нас в отличие от подделки все сделано на совесть все сделано хорошо но то же самое можно по остальной конструкции сказать рукоятки здесь у нас винты полностью садятся в рукоятку а на подделке вот они вот как сделали так сделали здесь у нас в потай здесь у нас уже винтик чуть-чуть выглядывает торчит здесь такое что-то вот среднее но это самое основное что отличает оригинальный нож но в априори оригинальный любой брендовый даже китайский недорогой нож от подделки подделка это кот мешке это на скорую руку сделали скопировали американского дорогого ножа ну и все и пошло поехало то есть пользуйтесь 10 раз дешевле во всем остальном в принципе отличий практически нет сатинчик такой же самый красивый заточка острая и в подделки и в веспы все хорошо клипса за исключением там еще какие-то могут быть нюансы здесь видите покрасили вот эту часть но и шарик тоже закрасили как пошло здесь конечно отдельно все закрасили вставили белый шарик и самое наверное главное это все-таки пружина то есть пружина на виспе гораздо на сильнее она гораздо такая вот ну слышно что наверное закалено потому что при открывании слышите как щелкнула виспа ну чуть-чуть помягче все-таки щелкает подделка но опять-таки это хорошая подделка на буквально чуть-чуть на копейки стоит дешевле от веспы есть такие же подделки гораздо дешевле и там пружина настолько мягко что даже флип получается такой на хлоп хлоп но очень мягкий как будто прям его что-то там тупит также можно находить при желании можно находить любые моменты там стыках и тому подобное то есть если американцы это подгонять все очень классно все на совесть да ну за это в принципе и берется цена то реплики сделаны все-таки попроще потому что нужно нужно удешевить продукт раза в 10 в 20 и так далее ну во всем остальном щелчок классный здесь мы видим большущий ассортимент у виспы цветовых гамм и с разными разновидностями клинков разные рукоятки весь ассортимент показать к сожалению нет абсолютно никакого желания не все работает идентично идеально все поставляются в одинаковой комплектации то есть вот такому фирменном мешочке с логотипом виспы здесь идет в комплекте салфетка также с логотипом виспы и к каждому ножу идет в комплекте пружинка и ключик у реплик только в комплекте идет ключик пружинки нет достаточно сильно я не думаю что она быстро растянется и флип флип прям будет очень очень слабым но опять-таки комплект пружину положили значит со временем может быть она будет ослабевать вы поменяли и вам еще там на пяток лет хватит удобно классно да ну и по люфтам люфты конечно же есть но не видите маленькие маленькие и горизонтальные вертикальные я вам скажу так с уверенностью я держал в руках оригинальные ультра теки по 500 баксов и от люфты нот ровно такие же то есть не ну не бывает фронталки с полным автоматом на кнопке вперед-назад чтобы клинок щелкал чтобы не было люфта люфты есть обязательно без этого она не будет работать но люфт очень маленький в оригинале у реплик люфт больше чем дешевле чем дешевле фронталка тем естественно люфт больше здесь люфт ровно такой же как на дорогих американцев по 500 баксов то есть он маленький но он есть поэтому вы должны с этим свыкнуться железка d2 тест не проходила не знаю как какая здесь на самом деле закалка но производитель по моему заявляет 59 58 единиц по шкале роквелла не доверять у нас причин нету поэтому я думаю так и есть ну пожалуй ты все вот это конечно бомба мне очень понравилось такими черепками уникальная расцветка классно выглядит я думаю на полке такое вообще прелесть положить будет самый раз даже если человек не увлекается фронталками то такую прелесть сам бог велел взять в коллекцию на этом друзья пожалуй все всем спасибо за внимание надеюсь ответил на некоторые вопросы самые часто задаваемые если есть еще какие-то вопросы на которые не получили вы не услышали ответа то пишите в комментарии буду по возможности отвечать всем спасибо за внимание пока